Парад под государственный флаг Российской Федерации И знамя победы! Смирная! Для встречи слева! На крае! Бум! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, жители и гости города Уссуриска, под музыку песни Александрова «Священная война», военнослужащие роты почетного караула 114-го, гвардейского, духовщинско-хенганского, краснознаменного ордена Октябрьской революции и Суворова 2-й степени мотострелкового полка, сержанты Леонид Сулейманов и Эмиль Ахмедшин вносят на Центральную площадь государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы! Майские дни 75-го года навсегда останутся в памяти народа днями победы над фашизмом, а Красный Стяг, подруженный над поверженным Рейхстагом разведчиками 150-й Идринской дивизии сержантом Михаилом Егоровым и младшим сержантом Мелитоном Кантария победным знаменем! Сегодня мы склоняем головы перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, и скорбим о ветеранах, которых уже нет с нами. Мы никогда не забудем их мужество и самопожертвование и ту непомерную цену, которой была оплачена эта победа. Волье! Парад! Смертная! Для встречи слева! На крыль! Бум! На крыль! Субтитры создавал DimaTorzok Товарищ полковник, войска усурийского гарнизона для парада вознаменования 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены командующий парадом полковник Мазур. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, товарищи суворовцы! Поздравляю вас с 78-го годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 78-го годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи юно-армейцы! Всем привет, товарищ полковник! Поздравляю вас с 78-го годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Поздравляю вас с 78-го годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Поздравляю вас с 78-го годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Поздравляю вас с 78-го годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Поздравляю вас с 78-го годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Поздравляю вас с 78-го годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Поздравляю вас с 78-го годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Поздравляю вас с 78-го годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Поздравляю вас с 78-го годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравия желаем, товарищи полковник! Поздравляю вас с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи военнослужащие и женщины! Здравия желаем, товарищи полковник! Поздравляю вас с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи десантники! Здравия желаем, товарищ полковник! Поздравляю вас с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи автомобилисты! Здравия желаю, товарищ Владимир! Поздравляю вас с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи казаки! Здравия желаю, товарищ Владимир Владимирович! Поздравляю вас с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 КОНЕЦ Вольно! Вольно! Восемьдесят два года назад страшная, испепеляющая сила обрушилась на все страны Европы. Но Советский Союз принял на себя самые жестокие удары врага. За свободу родной земли боролся весь народ, показывая такое единство и веру в победу, которого не знала еще история. Наши отцы и деды пережили невыносимые лишения и утраты, работали на пределе человеческих сил, воевали, показывая примеры настоящего подвига и подлинного героизма. Долгожданная победа досталась нам, дорогой сыной. Тысячи сынов и дочерей отдали свои жизни за родину. Сегодня мы преклоняемся и вспоминаем всех, кто умер от голода и болезни. Был замучен в плену, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж отчизны. В памяти народа их имена останутся навечно. Почтим память погибших минутой молчания. Слово для поздравления Предоставляется временно исполняющему обязанности командующего 5-й краснознаменной Ордена Жукова общевойсковой армии полковнику Бабак Вячеславу Сергеевичу. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, друженики тыла, уважаемые жители и гости города Уссурийска, товарищи офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты. 78 лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. Войны, которая оставила после себя сотни разрушенных городов, миллионы искалеченных судеб, унесла огромное число человеческих жизней. Наш народ героически боролся и защитил свое отечество. Он отстоял свою свободу, изгнал оккупантов с родной земли и полностью разгромил врага в его собственном логове. К сожалению, этот праздник достался нам дорогой ценой. Тысячи сынов и дочерей отдали свою жизнь за советскую отчизну. В этот день мы вспоминаем погибших в боях, замученных в неволе, умерших от голода и болезней. Их имена навсегда останутся в наших сердцах. Свыше 25 тысяч жителей города Уссурийска воевали на фронтах Великой Отечественной. Многие из них не вернулись в родные дома. В этот день мы преклоняем головы перед всеми, кто не дожил до дня победы. Мы благодарим вас, наши дорогие ветераны и труженики тыла. Мы гордимся величием ваших судеб и рады, что сегодня вы рядом с нами, что мы вместе встречаем День Великой Победы. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители и гости города Уссурийска, воины Уссурийского гарнизона, от всей души поздравляю вас с Днем Победы, с праздником воинской доблести. Желаю крепкого здоровья и долголетия, мирного неба, счастья, радости, благополучия и успехов. Слава солдатам Великой Отечественной войны, слава народу-победителю. С праздником вас, с Днем Победы. Ура! 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 Ура ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Парад! Смелая! Торжественному маршу! ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Вороты! На одного линейного дистанции! Основенная группа прямо! Остальные на предке! Ву! На предке! Тьфу! Равнение направо! Шагом! Марш! По сложившейся традиции военный парад открывает рота барабанщиков Уссурийского Суворовского училища Министерства обороны Российской Федерации. Сформированного в суровые годы Великой Отечественной войны, юные суворовцы задают темп и ритм движения парадных расчетов. Сегодняшние воспитанники с достоинством несут высокое звание суворовец. Командует ротой барабанщиков подполковник Вахтанг Цибиков. На центральной площади города знаменные группы, несущие государственный флаг Российской Федерации, знамя победы и флаг вооруженных сил Российской Федерации. Командует знаменными группами старший сержант Николай Ижик. На центральной площади города рота почетного караула 114-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, состоящая из военнослужащих, символизирующих три вида вооруженных сил Российской Федерации. Сухобутные войска, воздушно-космические силы и военно-морской флот. Командует ротой гвардии капитан Николай Гаджиев. В парадном строю сводные роты юноармейцев Уссурийского городского округа, созданной по инициативе министра обороны Российской Федерации, Всероссийское военно-патриотическое движение Юнармия дает детям возможность познакомиться с армией, с ее вооружением и военной техникой, офицерами и солдатами, которые проходят службу в соединениях и частях 5-й краснознаменной ордена Жукова общевойсковой армии. Возглавляют парадные расчеты подполковник запаса Кабаков Вячеслав Анастасович, юноармейцы Тимур Хакимов и Рима Абуховская. Торжественным маршем по центральной площади города в экипировке «Ратник» проходит парадный расчет военнослужащих 60-й отдельной краснознаменной ордена Кутузова 3-й степени мотострелковой бригады. Возглавляет парадный расчет подполковник Александр Кориков. На центральной площади парадный расчет воинов-танкистов 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии. Парадный расчет возглавляет подполковник Антон Жиров. В парадном строю офицеры и солдаты 305-й Губменинской ордена Красной Звезды артиллерийской бригады. Возглавляет парадный расчет майор Андрей Борисов. Продолжая славные традиции воинов-артиллеристов, военнослужащие бригады с достоинством выполняют подставленные задачи при выполнении специальных мероприятий. Четко чеканья шаг. Вдоль трибуны проходит парадный расчет 20-й гвардейских берлинцев, дважды краснознаменной ракетной бригады. Парадный расчет возглавляет гвардии полковник Александр Борисов. Стройным парадным расчетом, который возглавляет подполковник Алексей Бурматов, мимо трибуны проходят воины 8-й Шаблинской ордена Кутузова 2-й степени зенитно-ракетной бригады. На центральной площади города в парадном строю военнослужащие 80-й витебской краснознаменной ордена Александра Невского бригады управления командует парадным расчетом подполковник Сергей Геменев. В стройной передаве вдоль трибуны проходят военнослужащие женщины соединений и частей 5-й краснознаменной ордена Шукова общевойсковой армии. Сегодня военнослужащие женщины наравне с мужчинами с честью и достоинством выполняют задачи по защите дальневосточных рубежей Великой России, показывая при этом высокие результаты по предметам боевой и военно-политической подготовки. Возглавляет парадный расчет капитан Виктория Зайцева. По центральной площади города, чеканя шаг, идут воины 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Парадный расчет возглавляет подполковник Евгений Бобычев. На центральной площади военнослужащие 101-й отдельной бригады материально-технического обеспечения. Возглавляет парадный расчет подполковник Вячеслав Смиронов. Совершают пешую часть парада казаки Приморского казачьего отдела Уссурийского казачьего войска. Парадный расчет возглавляет атаман Приморского отдела Уссурийского казачьего войска Исаул Роман Саудский. Парадный расчет возглавляет атаман Саудский. Парадный расчет подполковник Евгений Бобили. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Вооруженным силам Российской Федерации» «Симон» 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 КОНЕЦ 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 Начинается прохождение аппаратных расчетов механизированной колонны. В ее составе более 70 единиц боевой техники времен Великой Отечественной войны и современных образцов вооружения. КОНЕЦ Почетное право возглавить колонну удостоен советский легкий танк непосредственной поддержки пехоты МС-1. Производство танков началось в 1928 году. Всего в период с 1928 по 1931 год выпущено 959 танков данного типа, которые составляли основу танкового парка Красной Армии. Осенью 1938 года после пограничного конфликта в Приморье в районе озера Хасан, снятые с вооружения МС-1 использовали в качестве неподвижных пулеметных точек. Осенью 1993 года найденный корпус данного МС-1 привезен в Уссурийск и восстановлен. Перед трибуной советская боевая машина реактивной артиллерии периода Великой Отечественной БМ-13, наиболее широко известная под народным прозвищем «Катюша», предназначалась для уничтожения бассированными залпами скопления живой силы и техники противника. За годы Великой Отечественной войны было произведено более 10 тысяч боевых машин данного образца. На центральной площади города колонна ретроавтомобилей периода советских времен. В составе колонны военный полноприводной легковой автомобиль ГАЗ-67 с упрощенным открытым кузовом. Советский автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-69. В вооруженных силах использовался как штабной и разведывательный автомобиль, перевозчик пехоты и раненых, а также как легкий артиллерийский тягач. Легенда советского автомобилестроения – среднетоннажный грузовой автомобиль ГАЗ-AA, наиболее известный под названием «Полуторка». Являлся одним из основных транспортных автомобилей Советской Армии в годы Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы. Шестиместный, шестиоконный легковой автомобиль представительского класса ГАЗ-12 «ЗИМ». Серийно выпускался с 1949 по 1959 года. Среднетоннажный грузовой автомобиль ГАЗ-51, грузоподъемностью 2,5 тонны. Являлся наиболее массовой грузовой моделью 1950-1970-х годах. Тяжелый мотоцикл повышенной проходимости военного образца МВ-750, который состоял на вооружении в мотострелковых и разведывательных подразделениях Советской Армии. На центральной площади города колонна боевой техники мотострелковых подразделений. Командует колонной старший лейтенант Олег Челенко, награжденный указом президента медалью за отвагу за выполнение специальных задач. Во главе колонны колесная плавающая машина ПТР-80, предназначенная для использования против однотипных изделий, воздушных надводных целей и живой силы противника, защиты размещенного внутри личного состава. Состоит на вооружении в мотострелковых подразделениях. Перед трибунами противотанковый ракетный комплекс 9П-148 «Конкурс-М», предназначенный для уничтожения современной бронированной техники, оснащенной динамической защитой, укрепленных огневых точек, подвижных и неподвижных, наземных и находящихся на плаву малоразмерных целей. На центральной площади буксированный минометный комплекс калибра 120 мм «Сани», который представляет собой усовершенствованную модификацию прежней модели 120-мм миномета образца 1943 года. Миномет придается мотострелковым подразделениям вместо других видов артиллерийских систем непосредственной огневой поддержки. На центральной площади колонна боевой техники войск радиохимической, бактериологической защиты и радиоэлектронной борьбы возглавляет колонну старший лейтенант Александр Пахомов, награжденный указом президента медалью за отвагу за выполнение специальных задач. Во главе колонны советская дымовая машина ТДАУ – специальное передвижное инженерно-техническое средство, обеспечивающее дымовую завесу военных и стратегических объектов в видимом диапазоне, а также постановку аэрозольных защитных экранов для укрытия военной техники и личного состава. Перед трибуной подвижная автоматизированная станция «Помех» РВ-312А, которая предназначена для разведки и подавления радиосвязи оперативно-тактического звена управления противника, в том числе и спутниковых. Кроме того, имеется возможность подавления радионавигационных систем, возможно подавление сотовой связи и GPS. Перед трибуной комплекс радиоразведки и радиоподавления для подразделений воздушно-десантных войск РБ-531Б «Инфауна» предназначен для обеспечения защиты авто- и бронетехники, а также личного состава подразделений десанта от радиоуправляемых минно-взрывных устройств и обеспечения радиоподавления средств связи противника в частях РЭП батальонного уровня. На центральной площади города мобильный комплекс связи Р-431АМ МИК МКС, который предназначен для организации быстрого развертывания цифровых радиорелейных линий связи и сетей широкополосного беспроводного доступа. На центральной площади города колонна боевой техники ракетных войск и артиллерии возглавляет колонну майор Александр Шевченко, награжденный указом президента медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени с мечами за выполнение специальных задач. Во главе колонны реактивные установки залпового огня 9П-140 «Ураган». Перед трибуной оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», предназначенный для уничтожения систем противовоздушной обороны и противоракетной обороны противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими на дальностях до 500 км, состоят на вооружении в ракетных бригадах сухопутных войск. На центральной площади города колонна боевой техники инженерных войск тылового и технического обеспечения возглавляет колонну старший лейтенант Иван Меньшиков, награжденный указом президента орденом мужества за выполнение специальных задач. Во главе колонны тяжелые механизированные мутокладчики ТММ-3М2, предназначенные для устройства постовых переходов через препятствия шириной до 40 метров и глубиной до 3 метров, состоят на вооружении в инженерных подразделениях сухопутных войск. Перед трибуной автотопливозаправщик АТЗ-7, предназначенный для транспортирования по дорогам общего назначения, кратковременного хранения и заправки нефтепродуктами автомобилей, бронетехники, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива, измерительным устройством топливораздачи. На центральной площади двухзвенный гусеничный снегоболотоход ГАЗ-3344-20, предназначенный для ведения дозорных и разведывательных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций, перевозки людей, грузов и различного технологического оборудования в особо тяжелых дорожных и климатических условиях. Впервые на центральной площади автомобилей ремонтно-технического обслуживания автомобильной и гусеничной техники. Впереди колонны ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ, предназначенная для проведения текущего ремонта, оказания помощи водителям в проведении технического обслуживания и эвакуации армейской автомобильной техники многоцелевого назначения вооружения и военной техники на ее базе и автомобильной техники хозяйственного назначения. На центральной площади города колонна боевой гусеничной техники танковых подразделений и войск противовоздушной обороны. Возглавляет колонну лейтенант Дмитрий Макарев, награжденный указом президента медали Суворова за выполнение специальных задач. Перед трибуной боевые танки Т-80БВ, которые предназначены для уничтожения бордированной техники и живой силы противника, а также фортификационных сооружений противника. Вооружен пушкой калибра 125 мм. Состоят на вооружении в танковых подразделениях, мотострелковых и танковых соединениях. На центральной площади войсковой зенитно-ракетный комплекс средней дальности БУК МН-1, который предназначен для защиты войск и объектов при расположении их на месте и в ходе наступательных действий от ударов аэродинамических объектов. Дальность обнаружения целей не менее 100 км. Способен осуществлять одновременный обстрел шести целей, летящих на разных азимутах и высотах. Состоит на вооружении в зенитно-ракетных бригадах. Субтитры создавал DimaTorzok Дальность Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дальность 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 Дальность